Тема домашний алкоголь. Николай пишет, по моим наблюдениям, все, кто у себя дома производил алкоголь, двоеточие, вино, брагу, самогон, неважно, для себя на продажу одновременно, все плохо кончили. Подчеркиваю, все, без исключения. А теперь вот сейчас я зачитаю это письмо, а вам, дорогие зрители, скажу, беспристрастно, без самообмана попробуйте проанализировать и посмотрите, как кончили эти люди, ну, на примере того, что вы можете увидеть в жизни, спросить у кого-то, кому вы абсолютно доверяете, и уверены, что такой человек вас не обманет, или личные примеры перед глазами есть. Ну, я просто поясню. Николай совершенно прав, просто это чистое зло, а когда есть человек на продажу эту отраву делает, то есть любую жижу, в которой содержится проклятый наркотик и протоплазматический яд, который называется этиловый или, по-другому, винный спирт, то эти люди плохо кончить должны просто, ну, потому что справедливость к этому вопиет. Вот и все. Теперь, один пример. Тетя Маруся, дядя Ваня, сын Володя, дочь Лиза, семья была дружная, работящая. Тетя Маруся ставила брагу, подкрашивала ее дикой вишней, самогон не варили, только брагу, два бидона, пока один бидон допивают, в другом брага уже подходит, готовая к употреблению. Еще один бидон не долили, уже другой снаряжают ингредиентами. Пили по разному поводу, картошку посадили, пьют, картошку выкопали, пьют, а я сразу тут перебью сам себя, зачитывание этого письма остановлю и скажу вам следующее. То ли Амур Хаям, то ли, ну, в общем, Жданов даже приводил, Владимир Георгиевич, такой пример, стих такой был. Для пьянки есть такие поводы, там перечисляются разлуки, свадьбы, встречи, проводы, там, па-па-пам, новый чим и просто пьянка, без причин. Вот эти все поводы ищут себе алкоголики, а подчеркиваю, алкоголики это не те, кто в лужах валяется. Алкоголики это те люди, которые не представляют себе праздничного стола, вообще праздника, без бутылки на столе. Вот эти люди самые настоящие алкоголики, а те, которые валяются там и так далее, это уже не люди вовсе. Внешне люди, биологически вроде люди, но это уже не люди. Так вот, поводы алкоголики только и ищут, потому что есть наркотик, этиловый спирт, в любой жиже, неважно в какой, в дорогой бутылке вина за 100 тысяч долларов, или в поганой какой-нибудь самой браге, это все равно поганое пойло, а как красиво не назови, поэтически там не распиши, все это удовлетворение низменных, мерзких зависимостей, извращенных уже потребностей, то есть подсели на иглу алкаши поганые. Не должно быть в жизни нормального человека алкоголь вообще, оттого и расплата идет неминуемая, стопроцентная и совершенно справедливая. И так пили по самому разному поводу, картошку посадили, пьют, картошку выкопали, пьют, сено накосили, пьют, кто-то в гости зашел, садись за стол, кружкой во флягу. Пили и без всякого повода, как говорила тетя Маруся, с устатку, дура тетя Маруся. Тетя Маруся быстро спилась, естественно, потеряла работу, повара в столовой, устроилась работать в прачечную, оттуда выгнали, дядя Ваня по пьянке потерял ногу, сына посадили на 8 лет в тюрьму, потом еще на 15, так и сгинул в тюрьме. Дочь вышла замуж, муж повесился, потом пошла по мужикам, спилась и тоже, как брат, сгинула. Тетя Маруся с дядей Ваней без конца дрались и скандалили, в конце концов по пьянке сожгли собственный дом, дальше уже и не о чем писать, полный набор. Подчеркиваю, история реальная, без вымысла, все происходило на моих глазах. Тетя Маруся дальняя родственница по матери, подобных историй в своей жизни видел немало, причина домашний алкоголь, хороший, качественный, чистый, как слеза, для себя и для гостей, для праздников. И так на всякий случай, чтобы в магазин не ходить и деньги на всякое говно не тратить. Все истории похожи друг на друга, как под копирку, разнятся только в деталях. Юрий Андреевич, я поздно написал, если прочитаете, дайте знать. Ну вот я видео в своем даю знать, ну и скорее всего ответил на это письмо. Очень благодарен, очень благодарен за эту важную поднятую тему, за пример конкретный. Таких примеров у нас в стране миллионы. Миллионы людей спились, кончили плохо. Родили, если и родили, детей мало, а если и родили, то они больные. В первом, во втором максимум, в третьем поколении деградация. И чем страшное дело? Страшное дело. Пора осознать, что если человек себя считает человеком, если человек тем более себя считает патриотом, он не имеет никакого права употреблять алкоголь вообще. Дозы безвредны не существуют. Говорить о дозах каких-то про алкоголь, то же самое, как говорить о каких-то умеренных дозах по героину, там, кокаину и другим нелегальным наркотикам. Да, алкоголь это наркотик, просто, к сожалению, легальный. Это огромная беда. И это оружие геноцида народа. И если нация не распознает алкоголь как генное оружие, она обречена на вымирание. Продолжение следует...